Сегодня, ну, как бы, начинается новый цикл пересмотра ряда исторических, в общем-то, стереотипов. И, в частности, я хочу коснуться одного интересного вопроса о территориальном самоопределении этносов, которые входили в состав Российской империи и входили в состав Советского Союза, как, например, или автономной, или союзной республики. Так вот, это государство на 1918 год выделило непосредственно полностью территорию единственного этноса Финляндии, ну, в силу несменяемых наследственных династических родов, обладающих правами именно на эту территорию. Это была уникальная ситуация, так сказать, до того, чтобы стать императором, Европейский Союз, как бы, подарил территорию прибалтийских княжеств, герцогств, точнее, и Финляндского королевства, территории России. Тогда она стала иметь право обладать званием империи, и Петр Первый имел право стать императором, вот, который включается в союз других государств. После ликвидации, самой ликвидации монархии 2 марта, мы возвращаемся к исходной территории, и, собственно говоря, Конституция 1918 года определяет границу новой России. То есть, это вся территория Российской Федерации, в которых все-таки до юра были очень сильные права у старых династических родов Финляндии. Дальше выделяется, как в единую форму самоуправления, Армения, запомните, так как она это чисто по человеческому порядку, исходя из древней истории, из священной истории, самый древний государственно оформленный народ на земле. И территория Армении представляет самая древнейшая территория, обозначена в сочетании вот с этим народом. Поэтому по Конституции 1918 года эта территория, по сути дела, весь Кавказ, даже еще захватывает, потому что большая часть Армении находится на территории Ирана и Турции, это сейчас забыли. Это древнейшая страна. Вот это завоевание она потеряла. Так вот, ну, в силу просто-напросто понимания, что перед этим древним народом надо иметь уважение и дать им право, ну, естественно, без выделения с территории Российской Федерации, но обозначенная территория в рамках Российской Федерации. Вот это единственный народ, единственная территория, которые были четко обозначены. Ну, потому что, вы же понимаете, что в России всегда хватало историков, дипломатов и ученых, которые понимали право этого народа на выделение. Вот здесь мы подходим. Следующее такое же искусственное, в общем-то, созданное государство, которое вдруг оказалось, но имеющее право на эту территорию, выдуманное Владимиром Ильичем Лениным, Украина. Следующей передаче я и буду посвящать юридически необоснованной существованию Украины, которая, противовречивая по сравнению с Арменией, никогда не имела своей территории, никогда не имела своего языка, никогда не имела своей космогонии, никогда не имела своей космологии, никогда не имела своей религиозной обозначенности, никогда не имела право принадлежать к одному из трех потомков сыновей Ноя. поэтому сейчас возвращаемся к Армении смотрите в Армении существует очень таинственная древняя территория как ее иногда называют Нагорный Карабах ну то что эту территорию нам оставили как бы космические пришельцы даже смотрели, там чем она интересна не знаю как знать не вы или нет, если вы туда приедете если вам будет лет 60 месяц через два у вас пропадут все болезни у вас опять будет как у молодого итальянского жигалот торчать под 90 градусов вот и вы будете жить еще ближайшие лет 40-50 древняя мистическая территория еще есть остров Норфол и ряд мест где существует вот такой странный ситуации с человеческими генами, где процесс восстановления клеток идет необъяснимым образом лет 30 назад уже проходили версии, что там брат паспорта обычных граждан поселялись представители знатных родов например высшей иерархии финансовой элиты миллиардеры вселенной ну я оставляю на совести старой публикации на сегодняшний день идет спор как бы Армении и Азербайджан за эту территорию что я хочу сказать Азербайджан вот это еще одна искусственная форма которая не может существовать в природе Азербайджан это абсурд истории Азербайджана не может быть в природе в истории в юридическом пространстве не то что Карабах не относится к несчастным азерам а сам Азербайджан продукт политического хамства хачи невежество армянских юристов и грязного лживого хамства кремлевской гнойной банды которая не имеет права на законотовольство так как у него нет легитимного права на примат права так вот Армения как республика и Азербайджан как республика продув включение в систему советской власти которая перестала существовать до юра и после 1991 года они стали свободными но если Армения только изменила свой статус то Азербайджан исчез в простой истории так как он был создан из пустоты властью советов его основе не было ни земли ни народа а была именно советская система власти управления этнической территориальной пустотой 1991 год СССР исчез все что было связано создано в стране на территории Российской империи с периода оформления РСФСРСР перестало иметь правовой базис распалось все и тогда Азербайджан исчезает физически и из юридического правового поля и вообще просто не стало он фантом теперь уже условной истории советской власти так вот Армения как древнейшая страна и народ армянский историк Мавсес Хоринац уточняет древние ванские цари русы русы древний город ванская империя Внимание в Российской империи 26% Армении так как Армения как исторически территориально выраженная страна в территории в начале 20 века была давно захвачена основными историческими оккупантами это Турция и Персия Иран это надо всегда помнить четко осознавать силу дальнейших событий создания выдумки про несуществующий Азербайджан была есть и будет древняя Великая Армения они всегда помнились знали Веразь про их все как о территории откуда начался исходя из священной истории история человечества мне же там про отца Ноя откуда его три сына Сим, Хам и Афет во главе своего рода стали поэтапно подвергаться захвату с юга всю северно-восточную часть Турции это Армения сейчас северно-запад часть Ирана Персии это Армения и эта ситуация кстати была обозначена процессом развития имперская Евразия во всем историческом пространстве в империи включились различные государства и народы при этом все знали реальные границы завоеванных царств сохранялись родовые генеалоги правящих династий это князья ханы бароны сеньор графы лендлорды спокойно жили на своих землях при дворе султана царя рой кинга по сути всех объединял просто федеральный налог султан бакшиш в любой империи главный федеральный находит император то что Российская империя присоединенная в 1802-1512 году в реальной исторической земле входила за правовые рамки территории Российской империи я имею в виду Армения была обычно в тот период Армения существовала на территории Турецкой империи как армянский велоед Российской империи как губернии Кавказа и три Иранского царства если вы посмотрите на карту номер 2 приложение вы сейчас прочтете ссылку пусть не откроете и посмотрите ну приложение там будет ряд древолюционных карт ну с моим четко выраженным значением вы поймете о чем я говорю то обычная географическая карта как учебная пособие для гимназии то вы увидите смотрите левый угол красная полоса начало слова Армения написанное на карте современной Турецкой империи и заходит на территорию Российской империи это очень интересная надпись потому что международное право она включала именно такое обозначение это всегда надо помнить чтобы никогда не возникал вопрос что как говорится этнос вот он связан с своими границами нет очень часто все по другому так вот условное азербайджан термин нашего времени до 1918 года их не было в природе ни на одной карте революционной такого понятия как Азербайджан ни один справочник не включал в себе такой этнос даже как отделение турко-татар так вот что интересно до 1918 года всемирные люди Кавказа если это были не армяне не грузины не горцы были только в одном общем качестве эти были самые административно обобщенные турко-татары условные бродящие представители тех самых так называемых татар-монголов потомки племен татар-монгольской империи которая распавшись в 15-17 веках оставила на всем пространстве Евразии как мелкие орды вроде Букиевской орды так и в этом все сконцентрированные группы вроде русских рязанцев касимовских татар волжско-казанских татар башкир калмыков буряты монголов чукчевую группу японцев но распавшись золотая орда оставила простой осед племенной ну такой этнос который объединили только корни тюркский диалект так вот генетическая тупость и напористая хитрость вот этот тюркоязычный сброд который не обрел своих четких этно-религиозных имен вроде русских или татары или чукчи и не имея родовых древних корней то есть не имея притязания на дворянской достоинства какие бы то ни было имена фамилии этого рода распространились сами по себе как тараканы или менты и прижились на всех южных юго-прибальтийских восточно-кавказских юго-восточных восточных окраинных земель российской империи подпираемые с юго-востока более древними азиатскими чуркманды вроде узбеков туркмен и прочих братьев в общем-то по древней истории отдельный статус имели турко-татары Крыма Крым это филиал турецкой империи в 1771 году в 1773 году Крым вошел в состав российской империи и татары дворяне Крыма были уравнены с дворянами России вот эти все русские дворяне Карамзины Рахманина Бунина Вересаева Бабарыкина Гумилева тем более всякие там при дворе князья усыпала и прочее это потомки дворян Мурса ханов Орды Крыма Азерхач этот безродный сбород без имени без земли без истории перспектив их создала война с Германией интервенцией в 1818 году единственной территорией Российской империи которые были четко выражены как принадлежащие этносам землю были исторические земли армянок которая предполагалась особо на тот период права смотри декларация прав трудящихся народа глава 3 пункт 6 итог программного закона новой России 18-го года территории не выделяется и не отделяется никому Армения как земля армян четко обозначена но Азербайджан как и турко-татары не названы вообще хотя потому что закон декларации предусматривает создание самоорганизации для наций напомню что вас не смущали как бы грузинские имена по сути все территории из-за Кавказа север или к Армении именно собственное название городов и мест это все продукт царско-российского присоединения царств и княж земли и факт откровенного завоевания продукт политики администрации которая сознательно чертила границы губернии и давала им название исключительно исторически нарушая исторические связи местных правящих родов и определенных земель как наследственной родовой собственности которая была ликвидирована при соединении местная знать сохраняла титул и статус родовой значительности но они как бы передавали свои права на землю под имперское управление например так называемый город Тбилиси он же Тифлис мы все исходя уже из жизни СССР со всеми предшествующими административным преобразованием представили себя как чисто грузинскую столицу но по факту это чисто древнейший армянский город где еще чуть не так давно грузин Картвел вообще не существовал в 1914 году было меньше чем тех же турк-татар грузины всякий более поздний народ того региона 1916 17 18 1901 год подведем итоги на Кавказе не было не могло быть ни Азербайджана на Кавказе кроме грузин армян борских народов известных по имену территориально не было никого как народы выражены в имени там было только тюркоязычное бродящее население наподобие уровня бродящих цыган и бродячих ментов без исторических родовых прав на землю Кавказа которая миновалась титула царя государя иверские картвельские кабардинские земли области армянских черкасских горских князей юных наследних государствах 16-18-91-2016 год Азербайджан сейчас это что? А это продукт правового университета прежде всего армянских юристов вообще-то уже в апреле 91-го года армяне могли по крайней мере до июля установить свои права на все земли армянские для начала создав всеармянский учредительный съезд депутатов всего народа армянские и установить себя как всеармянское государство параллельно через ООН напомнить Турцию и Ирану про исторические захваты армянских земель а турка в Малайзии вообще-то появилась в 7-8 веке после распада великого еврейского каганата в центральной Европе кратко про выдуман Азербайджан бакинская нефть как историческая принадлежность а реальная как взятая в аренду земля Российская империя на которой добывали свои нити иностранные фирмы нефтедобытчики добыча нефти в мире кстати на 1915 год США 38,5 млн тонн Россия 9,3 млн тонн Мексика 4,9 млн тонн Румыния 1,6 млн и так далее но тот период бакинская нефть это главный независимый от США источник нефти в Европе Юг Российская империя это уголь и железо крупнейшие металлургические заводы империи и гигантская добыча угля и железа но это были иностранные заводы и шахты это вложенные в основные фонды сотни миллионов Франции Англии Германии Белгии и Швеции но земля была частью земли Российской империи и налоговый доход шел естественно в финн империи вдруг 2 марта 17 года царь закрыл империю нет империи и нет власти местные чурки турки оглы захотели получать арендную плату и самый крупный православный имперский налог на все земли где добывали нефть угол и железо внимание происходит великая афера 20 века чурки хачи азербеки выдумывают и народ и страну но назвать себе чурка только татар оглы нельзя сбегутся 25 миллионов соплеменников до чурки местная чурка азербеки называет себя арийцами внимание иранцами вот назвать себе иранцами в тот период но это может быть только на диком хаосе тех первых лет восстановление нового государства это не стел все было очень реально обоснованно местные хачи собрали историков археологов и главнорду талантливых журналистов которые начали серии на всех языках мира публиковать политико-социальный результат великого открытия исходной прародины хачи восточно-кавказского причерноморья оказалось что хачи этого региона связывают с тюрками тюрк-татарами и прочим башкиром это тюркские корни в общем языка который стал чисто случайно для хачи в общем кайне с уржиком а на самом деле хачи и азербеки не заползли в этот регион с татар-монголами и прочими угоры киргизами с семеро-востока как тараканы а плавно оказывается заселяли эти земли с иранского в Нагоре и только территориально и административно смешались смешанными причинами татар-монголами а не шторг-татар я в чьи-то излагаю контрапунктных истории подробно можете прочесть в любую энциклопедию тем более в околосовременных сборниках в газетах монографии так вот посмотрите на карту номер 2 любую карту начали 20 века и вы увидите на юг от Кавказа территория Ирана где эта территория названа в административном русском названии А-Дер-Бей-Д-Шан смотрите карту номер 2 и вот эта область Ирана оказалась и историческая родина и место происхода тех самых несчастных уже теперь арийцев индо-иранская группа которая волей исторической судьбы разделила плавающие государственные границы Российской империи как всем известно была тюрьма народов а реально вам объяснили что вообще-то это непрерывная территория проживания исторических индорийцев иранцев под именем Чурки Азербеки которые вернули себе исторические земли ими анекдот в том что после того как закончилась гражданская война вот внимание это очень интересный период когда Азербайджан плавно войдет в состав СССР во всем объеме прав на свои уже ограбленные армян грузин горцев земли азер и хач мгновенно забудет про свое арийское прошлое и опять станут тюрками вот это интересная информация и кстати все эти договоры и все учебные писали посудили одни и те же люди они так и оставили в составе в общем-то азербайджанская именно и даже лидерам в идее восстановления исторической значимости всего тюркоязычного народа в деле образования государств евразии если возьмете какой-нибудь академическое словарь персидского языка разберете это слово азербайджан вы увидите что это не имя собственное вроде андалузии туркмении бретонии или основные административные слова которые означают что-то вроде податная провинция и кстати управлял назначенных шахом аранов род генерал-губернатор а не родовой князь так как это была завоеванная земля Армении так что назвать именно азербайджанцами просто невозможно это ничего не сказать так как жили конечно все народы регионов в той же Персии в той же Турции в общем-то как Армении персы туркмены курды те же безродные турко-татары как пришлые арендаторы тараканы и бродячие менты абсурд и база этой легенды хачи-чухи турко-татары этого региона до 18-го года как земли Кавказа Приморского района или Азербайджана северного периода прежде всего господа не то что не имели документально выраженной истории в виде именных документов родоначальников на партии но вообще не имели своего языка вообще не имели своей письменности до 1329 года они пользовались арабской графикой даже а не персидской но это касалось только религиозной прослойки а те хачи-купцы что вели свой бизнес в этом регионе говорили и писали по-русски по-немецки по-французски хачки как турко-татары как народ были только тотально безграмотные говорить о каком-то языке вообще не имеет смысла внимание горы в том регионе были и есть всегда язык они самое смешное в том ну это тоже как касается вопрос так называемых украинского горы диалекта как и белорусского это все в одну кучу так вот это все было формирование в виде общего кайна когда вот притат слова и звуки другого местного языка но останется корневая база и с чухами чукчами вот чем-то и как говорится азербеками так и было в каждом месте где они обосновывались они говорили на горах свой тюркских плюс местных свой это агусский тюркский шпрех кипчах и когда бы как бы из чужих земель создан так называемый азербайджанский асср то еще в 30-40 годах там были 4 диалектные группы восточная кубинский бакинский шамахинский диалекты мутанский динкаранский горы западная группа казахский карабахский танжинский диалекты айрумский горы третья северная группа нухинский диалект закатно-кахский горы южная группа нахичеванский ордубацкий тавридский диалекты и реванский горы различия в диалектах затрагивали главным образом фонетику и лексику ну мимикры мест применения это посмотрите просто самое интересное такое лингвистическое энциклопедическое словаре марсфа 90-х год вы поинтересуетесь структурой языка знаний то есть если например чурка в виде азербека жил рядом с адыгами горы был адыгский если чурка азербек жил с армянами извините господа я сейчас выключу телефон так вот рядом с каспийскими туркменами чуть туркменские а вот индоиранского языка не было потому что вообще не было своего языка читайте хамство азербеков базируется на вашем невежестве ну как и на невежестве армянских историков кавказские армянские земли отошли перси и россии в 19-19 век если местные люди были перси они не могли изменить свой исторический язык потому что состав населения не менялся поменялась только административная подчиненность вот второе русский язык советская история как метод общего обмана и плохое знание священной истории только в русском языке на русском языке может существовать древняя история народа протянувшаяся до времени Рождества Христова вот так называем народы которые созданы в 18-20-20-х годах сейчас в сети интернет в книгах учебниках истории в энциклопедиях изданных постей 1920-го года будут читать про историю азербайджанского народа до периодов шумеров и бавилона включительно сейчас история древней Персии династии персидских правителей вроде Ахаменидов Сассанидов превратилась в происторию выдуманных в 1920-22-х годах чурок-азербек этот бред невозможного существует а вот чурк-манды чурки-чурка-татары чурки-азербек и бродячие менты и тараканы оказались как бы пришлые с бродом не имеющие родовых дворянских корней российские персидские войны к России отходят армянские земли Хаханат это первая административная единица Армении которая находится в подчинении управления Персией в договорах в России Персия перечисляется к Хаганы на Фарсии это к Хаханлу а вот попробуйте кстати выразить на административном русском как у вас получится свои титулы не могут выразить даже сами армяне они в современных статьях книга по истории Армении приводит титул Малик но не могут назвать само царство княжества как Малыхуд чтобы сделал любой арабский историк хронист потому что мы сразу возвращаемся к нашей великой Торе но ответ в заветный титул современный армян пишет на русском Меликство с дурацким множественным русским числом и в текстах договоров на русском языке когда приводят официальный текст договора то Персия сдаёт оказывается в виде армянских территорий ханство и все думают что азербайджанцы говорят что Россия прислала их земли из ханства как тюрка то что армян типа ханства быть не может правильно в Армении были есть и будут только ганаты вот ребята кто им определял границу земли на вырезанном от армян Кавказа кстати на территории горцев Кавказа так называемой Грузии запомните Армения и Грузия войдя в империю были до метра выражены на их территории это самый тайный процесс истории кто как определял границу земель азербеков почему некоторое не провергал чуркманды азербеков а вот как раз потому что это простые чурки армяне монархисты вот здесь мы подходим к интересному факту что СССР пусть это замелет вопрос истории монархисты полностью так вот их надо было послать нафиг на кой хрен нужен на Кавказе с юга аристократ первый этап 17 год начало резкого класса и сословного противостояния каждый понимал завтра гражданская война дворяне всего мира братья навек дворяне Армении потенциальные союзники белых еще на Кавказе будет великая дворянская Армения то это будет главной силой монархист белые победят потому что у белых в России сторонников нет а дворяне Армении помню что их с юга сосед турка или перс как бы они не презирали ненавидели Россию но они бы всегда стали в составах рамках империи были бы боевой сильной единицы в белой армии вот здесь надо просто помнить что все решалось лишним 10 тысяч сабель в каждом отдельном войске вот и вот эти вот как бы одна треть ну если считать выраженным хотя бы 800 тысяч армян которые могли бы встать на сторону белых это были огромные страшные силы так вот быть дворянином в Российской империи слегка лучше чем быть вонючим геором человека второго сорта в Турции и Персии и армяне это прекрасно понимали а у Чука хач пролетарий такой же изгой истории как любой башкир или Чукс вот он хочет быть независимым и он хочет независимым за своей территорией это район исламский рай для Чурки рента бакшиш халява нефть металл уголь богатейший район Российской империи нефть марганец медь полиметалла и ничего не надо делать собирай бакшиш так вот если Чурка то будет хозяин и потому что белогвардейцы монархист хуже рипера для них естественно монархизм это плохо то есть и здесь получается косвенное с одной стороны они как бы играют на руку в общем-то белогвардейцам а с другой стороны они не хотят чтобы белогвардейцы захватили идеальную власть вот эта сложность и интересная ситуация на юге России она определяла эту ситуацию так вот белая это та же идея единая неделивая империя кто бы тут позволил стать независимым Чуркместаном мало кто знает о тайной помощи азерам от РСФСР Чурка по версии в общем-то того же Калина должен захапать весь регион и подрезать армян которые вместе с грузином а я имею ввиду дворян националистов вот а если ну я не знаю у кого больше например Канезеи на душу населения чем у грузин ну может быть только у испанцев нет пожалуй у грузин больше раза в три вообще странно думаю что грузин не князь может существовать в природе ну ладно оставим покоить пока так вот все эти националисты они оставались на кастырном Кавказе слегка поиграть независимый а пусть и тихо уступит место советской системе и станут буферными странами на границах а Чурок Хачи надо поддержать их надо признать и помочь признанию во всем мире включая Турцию и Иран а после спокойно создав советскую республику родной советский азербайджан и оставить ему нагло выдуманную землю империи и страну созданную на трупах армян и грузин в риме национальный совет азербайджан в мае 2018 года проглачил независимую азербайджанскую демократическую республику но уже в 2019 на 2020 году председатель парламента республики Ток Чебаши представлял азербайджан на парижской мирной конференции еще и гражданская война запомните но эта уже территория уже не может принадлежать ни страны монтанты никому ни Германии то есть грубо говоря это уже территория как бы независимо самостоятельно народа то есть все уже занято то есть невозможно претендовать на спорную территорию исходя из вложенных капиталов ну того же например Джона Хьюза в общем-то рельс прокатных производств французских шахт и добыч французы имели в этой регионе свой стратегический интерес Франц сразу в 18-м году признает эту республику и все победительные члены Антанты Англия тут же стала иметь свои стратегические интересы это ее заводы рудники юга России добывали железо лили и стали экспортировали ее в Англию это ее уголь добывал холдинг Джона Хьюза на Донбассе республики Азербайджан признают со всей землей которую сами чурки захапали и определили вроде наверное довязь это было то что нужно именно для РСФСР того периода в советской России тихо будет войска в республику но никто никого не стреляет это не война это классовая программа все остаются на своих местах как сейчас например вот если будет изменение то есть просто напросто теперь любой собственник становится управляющим предприятием поэтому никакой крови здесь не будет ближайшее ну как хотите преобразование стран социализм просто общий доход теперь будет идти бывший собственник будет получать свою зарплату ну по отношению к СССР скажем 540 как директор второй категории а все миллиарды пойдут в общий бюджет так вот так же и там так вот всего лишь страна сменила политическую ориентацию 28 апреля 20-го года была формирована советская правительство Азербайджан на территории уже признанной в мире в декабре 22-го года Азербайджан Грузия Армения образовали временное государственное объединение за Кавказскую Салихийскую Федеративную Советскую Республику за СФСР которая 30-го декабря 22-го года и вошла в состав СССР Советская Армения не спаривала права на свою землю захваченную турко-татарами а вот почему это не спарит армяны после референд в 91-го года вот это фантом так вот 2016-2017 год армяне воюют с народом фантом за Карабах до сих пор до бои до сих пор до спор до сих пор морская война так вот они воюют с Квази народом которого никогда не было в истории которого не могло быть и воюют за свою же землю данным от правоца ноя вот этот самый дурацкий анекдот в мире который находится рядом с нами вот этот горный Карабах и странный никогда не существовавший народ государства азербайджан и азербайджан вот просто я напоминаю маленький курьез вот нашей общей истории такая же примерно историческая в общем-то странная история будет в основании такого государства как Украинская Республика до свидания господа и товарищи украинская